Новый финансовый партнер, новый конкурент на рынке банковских услуг и новые возможности для жителей округа. В Ниньском округе официально открылся офис группы ВТБ. Закращение должностных окладов мэра города и председателя горсовета, а также окладов муниципальных служащих. Депутаты городского совета приняли единогласное решение. Новый механизм избрания городоначальником. Теперь избирать главу города будут не горожане, а горсовет. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Актуальные банковские продукты для населения и новые возможности для бизнеса. На Ринмаре прошло торжественное открытие офиса группы ВТБ. Красную ленту разрезали заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко и представитель банков ВТБ и ВТБ-24 в городе Архангельск. Новый финансовый партнер, новый конкурент на рынке банковских услуг и новые возможности для жителей региона. В Ненецком округе начала работу офис группы ВТБ. В торжественной церемонии открытия нового банка в регионе приняла участие заместитель губернатора, руководитель департамента финансов Татьяна Лагвиненко. Мы очень рады, что у нас в наш уникальный проект безналичного округа добавляются новые участники, которые, в принципе, на сегодняшний момент технологии банковские и спектр услуг позволяют оказать полноценное банковское обслуживание. Светлый и просторный офис располагается по адресу улица Ленина, дом 21А. В нем доступны сервисы и продукты банков ВТБ и ВТБ-24. По словам управляющего филиалом ВТБ в городе Архангельск, деятельность банка в регионе будет разносторонней. Это работа с предприятиями различного уровня в области кредитования, привлечения средств, дистанционно-банковское обслуживание, пластиковые карты, валютный контроль и другое. На сегодняшний момент спектр услуг и продуктов, которые пользуются клиенты, очень большой. В основном это кредитные продукты, кредитная линия овертрафт-кредит. Также очень востребованы сейчас банковские гарантии на участие в аукционах, конкурсах, на возмещение НДС, на исполнение контрактов. Еще немаловажным продуктом в последнее время очень пользуются депозиты. Накануне Банк ВТБ подписал соглашение с администрацией Ненецкого округа. Документ о стратегическом сотрудничестве сторон направлен на создание условий для развития предпринимательства, реализации приоритетных инвестиционных проектов и социальных программ на территории Ненецкого округа. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Напомню, подписание соглашения администрации округа с Банком ВТБ состоялось накануне. Подписи в документе о стратегическом сотрудничестве региона с финансовой организацией поставили член правления Банка Денис Бортников и глава Ненецкого округа Игорь Кошин. На встрече с членом правления Банка Денисом Бортниковым Игорь Кошин отметил, конкуренция на рынке банковских услуг неизменно приводит к тому, что выигрывает потребитель. Приход в округ Банка ВТБ свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в регионе. Документ определяет основные направления взаимодействия банка и администрации. Они направлены на создание условий для развития предпринимательства, реализации приоритетных инвестиционных проектов и социально значимых программ на территории Ненецкого округа. Подписанное соглашение не просто закрепит установление партнерских отношений между Банком и Ненецким автономным округом, но и откроет реальные перспективы для сотрудничества. В свою очередь, член правления ВТБ Денис Бортников заявил, что банк намерен активно участвовать в социальных и инвестиционных проектах и способствовать структурным положительным изменениям в экономике региона. Еще раз хочу поблагодарить администрацию за то, что мы практически за год сформировали понимание того, как мы здесь должны работать и с чем. Потому что буквально офис открывается уже наполненный определенным количеством бизнеса, то есть клиентами. Это немалажный фактор, потому что поддержка была всесторонняя и очень значимая. Депутаты городского совета единогласно проголосовали за уменьшение должностного оклада лицам, замещающих выбранные должности местного самоуправления, работающих на постоянной основе, а также муниципальным служащим. Эти вопросы на сессию выносились уже не один раз, но не находили поддержки со стороны части народных избранников города. Сегодня решение состоялось. Однако принятое решение не своевременное. По словам городского депутата Ольги Питуниной, сокращать расходы по данным направлениям необходимо было еще в прошлом году при принятии бюджета на 2016 год, как и провести сокращение численности муниципальных служащих в администрации города. Администрация города Наринмара обещала нам, депутатам, в начале года предпринять все меры по сокращению численности муниципальных служащих, что также должно было привести к сокращению содержания муниципальных служащих, что тоже не было сделано. На майской сессии, как мы помним, тоже это было все принято в штыки и не было согласовано ни с кем. Но, однако, мы очень кропотливую работу провели. В результате мы сегодня имеем принятые два решения. В результате принятого решения сокращение должностных окладов мэра города и председателя горсовета будут снижены на 10%. Оклады муниципальных служащих станут меньше на 11%. Из них 7% уже было снижено при принятии бюджета на 2016 год. Все эти решения будут применены только с октября, поэтому экономия бюджетных средств составит лишь 1,5 млн. рублей и не приведет к снижению нормативов по фонду оплаты труда. Именно из-за превышения этих нормативов горы с февраля текущего года не получают дотацию с бюджета округа. Дотация в целом была на год предусмотрена 75 млн. Из них 6300 в январе было выплачено городу, в феврале было принято решение при остановлении выплаты дотации. До сих пор она не выплачивается. То сокращение, которое сейчас произойдет, не покроет той разницей, которая превышает этот норматив. На сегодняшний день превышение норматива составляет 31 млн. Впрочем, и эти 1,5 млн. рублей, которые появятся в результате экономии, найдут свое применение. В частности, их можно будет направить на благоустройство города, так как на эти цели средств в городской казне катастрофически не хватает. Сегодня же депутаты горсовета на сессии приняли изменения в устав города, которые изменяют механизм избрания градоначальника. Сейчас мэр будет избираться на конкурсной основе из числа кандидатов, которые будут представлены конкурсной комиссией. Порядок избрания главы города в соответствии с федеральным законодательством определяется законом субъекта и уставом города. Окружные законодатели определили, что в Нарьинмаре избирать главу города должен горсовет из кандидатов, прошедших конкурсную комиссию. Любой желающий, который будет подходить по квалификационным требованиям, может принять участие и подать заявление на участие в выборах главы города. То есть любой желающий, не только депутат, а любой житель города Нарьинмара, который считает себя способным управлять городом, иметь определенную квалификацию, опыт, знания. Поэтому я считаю, что здесь мы даем большую возможность нашим депутатам, комиссии, которые будут рассматривать кандидатуры для выбора достойного мэра. Комиссия, которая будет оценивать кандидатов по требованию федерального закона, наполовину должна состоять из представителей губернатора, на вторую половину – из представителей горсовета. Перед тем, как внести требуемые изменения в устав города, проводились обязательные публичные слушания, чтобы жители могли высказаться на тему этих изменений. Однако горожане заинтересованности не проявили. Мел или молоко? Что еще можно встретить в молочной продукции российских производителей? Ростельхоз опубликует список неопасных для употребления молочки. Восемь многоквартирных домов будут отремонтированы в Нинецком округе в этом году. На эти цели, помимо собственных, округ планирует привлечь и федеральные средства. В Минсельхозе опровергли информацию о массовой фальсификации молочной продукции в России. Список компаний, замешанных фальсификацией молочной продукции, Ростельхознадзор обещает опубликовать в течение месяца. До этого времени эксперты советуют с осторожностью относиться к выбору молочки в магазине. Радует одно, отметил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, продуктов, в которые при производстве добавляли мел или гипс, на российском рынке – единицы. Сейчас идет сбор информации из регионов о формировании единого списка производителей-нарушителей. Когда перечень будет готов, его опубликуют на сайте Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Ранее стало известно, что эксперты ведомства выявили множество вопиющих способов удешевления производства молочки. По их мнению, компании помимо растительных жиров добавляют в продукцию крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную и салициловую кислоту, гипс, разбавляют сырье водой. С начала года по 19 мая было проверено почти 4000 партий продукции. Из них 17,5% оказались фальсификатом. Документ опубликован на сайте Ростельхознадзора. А если брать продукцию только отечественного производства, то эта цифра составляет 24%. Молочная продукция предприятий Ненецкого округа полностью натуральная. Об этом заявил руководитель Ненецкой агропромышленной компании Анатолий Чудочин. За продукцию своего предприятия он отвечает. Такое же заявление сделал и руководитель предприятия ВИТО Сергей Хабаров. По его словам, сельхозпродукция, которая производится и перерабатывается не только на возглавляемом им предприятии, но и на территории всего Ненецкого округа, следов посторонних ингредиентов или химических соединений нет и быть не может. У нас в округе вопрос качества выпускаемой продукции стоит на первом плане. И то, что звучит в эфире по телевидению о качестве продукции, здесь недопустимо. Наша продукция прошла освидетельствами. Мы получили свидетельство о бессрочном срока действия. Подписано Росприроднадзором. И мы на сегодняшний день, мы сертифика от качества вообще, что продукция у нас соответствует всем нормативным требованиям и является высшей категорией качества. Все, что перерабатывается в молочных цехах региона, а также непосредственно на молокозаводе ВИТО, соответствует стандартам, является экологически чистой продукцией. Именно поэтому местная молочка пользуется большим спросом у жителей НАУ. Округ привлечет средства из федерального бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов. В текущем году запланирован капитальный ремонт 8 многоквартирных домов. На Ринмаре отремонтируют 6 строений, в поселке Искателя и Нижний Пеша по одному. Общая стоимость работ составит более 84 миллионов рублей. Большая часть, около 62,5 миллионов рублей, будет направлена на ремонт фондом содействия реформированию ЖКХ Нинецкого округа. Источник – средства собственников помещений многоквартирных домов, собранные в 2015 и 2016 годах. Окружным бюджетом предусмотрено на ремонт домов 15,7 миллионов рублей. Средства государственной корпорации и фонда содействия реформированию ЖКХ составляют 6,7 миллионов рублей. В ближайшее время округ заключит соответствующее соглашение с госкорпорацией. В 2015 году произведен капитальный ремонт трех деревянных домов на Ринмаре на общую сумму порядка 12 миллионов рублей. 7,5 миллионов окружные и 1,7 миллиона средств возносов собственников жилья. В округе продолжается проверка летних лагерей. Особое внимание обращается на работу персонала при сопровождении воспитанников на выездные мероприятия. Новые аспекты в национальной политике России, межнациональные конфликты в современном мире. Эти вопросы сегодня обсудили в Нарьинмаре в рамках «Круглого стола». Независимыми экспертами выступили председатель Совета Ассамблеи народов России, член-корреспондент Российской Академии естественных наук и заместитель начальника управления по укреплению общенационального единства Федерального агентства по делам национальности. Кроме того, рассмотрели опыт работы органов власти и местного самоуправления со средствами массовой информации, институтами гражданского общества, организациями сферы культуры. Круглый стол по вопросам межэтнических и межконфессиальных отношений начался с доклада об истории многонациональности в России. Член-корреспондент Российской Академии естественных наук Игорь Круговых говорил об основных вехах взаимодействия народов России. Сегодня в России проживает около 200 народов и народностей, имеющих свой язык, культуру и возможность сохранения этнической идентичности. В то же время все народы объединены цивилизационной общностью. «Самое главное, чтобы мы понимали, что есть вот это вот единое цивилизационное поле, которое нам необходимо вместе сохранять. Страна, которая потеряла свою цивилизацию, станет частью цивилизации другой страны. Точка. Это просто надо понимать. Это то же самое, как раньше говорили. Тот, кто не будет кормить своих лошадей, тот будет кормить чужих. Все, вопросов нет. Тут только такое ясное понимание». Говоря о Ненецком округе, Игорь Круговых отметил важность принятия стратегии государственной национальной политики. Этот документ сегодня принят далеко не в каждом регионе России, между тем, как он координирует отношения органов власти и институтов гражданского общества. Сегодня в округе работают более 30 землячеств и диаспор, с которыми проходят рабочие встречи. Они дают возможность получить информацию о проблемах, положительных практиках. Так, дагестанское землячество устраивает встречи с детьми и знакомит их с национальной кухней. Члены землячества деревни Сопка восстановили историю поселения, выпустили альбом и установили информационные таблички для посетителей. «Краткая историческая справка. Если кто-то там будет в нашей деревне, то все понятно. Когда деревня началась, когда ее не стало, кто там жил, чем занимались скотоводства, в какие годы, сколько человек жило, сколько там скота было, в общем, все-все-все о деревне». Землячество и диаспоры, как и некоммерческие организации, участвуют в конкурсе грантов. Актуальные социальные проекты получают государственную поддержку. В 2015 году гранты на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей получили 13 некоммерческих организаций. В округе проверяют безопасность нахождения детей в летних пришкольных лагерях. Сотрудники Департамента образования, культуры и спорта НАУ и Департамент здравоохранения и социальной защиты населения инспектируют лагеря дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений округа. В ходе рейдов проверяется качество медицинского обслуживания и организация питания детей. Особое внимание обращают на работу персонала при сопровождении воспитанников во время их передвижения по городу и выездных мероприятий. Помещения и аудитории, где находятся дети, проверяются на предмет пожарной безопасности, работы аварийных выходов, вентиляции, температурного режима. С воспитанниками школьных лагерей проведен обязательный инструктаж по технике безопасности. Всего в июне 2016 года в Ненецком округе открыты 25 лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений региона, в том числе 19 из них расположены в сельской местности. Законопроект, направленный на поддержку частных детских садов, рассмотрели депутаты окружного парламента. Речь идет о возмещении расходов индивидуальным предпринимателям или коммерческим организациям наказания услуг по присмотру и уходу за детьми в частных детских садах за счет средств окружного бюджета. В настоящий момент все дети округа с трех лет обеспечены местом в дошкольных учреждениях, но существует проблема устройства в детский сад малышей с полутора до трех лет. Рассматриваемый проект закона позволит решить эту проблему в округе. Предполагается за счет средств окружного бюджета частным дошкольным образовательным организациям компенсировать расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, также на присмотр и уход за детьми, содержание имущества и арендную плату за использование помещений. По мнению председателя постоянной комиссии Татьяны Бадьян, такие меры станут поддержкой для развития регионального бизнеса и будут способствовать открытию частных учреждений для оказания услуг в сфере дошкольного образования. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте, адрес trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков.